А ты хорошая артистка? Ты актриса? Нет, он говорит, Нонна Мордюкова, вот актриса! И пошла работать в Дом инвалидов. Это пеленки, утки, памперсы. Ты сейчас понимаешь, зачем тебе все это нужно? Я просто молилась, чтобы в мою смену, когда я оставалась ночью, никто не умирал. Как заслуженные отреагировали на Джекина? Мне казалось, что я занимаю чужое место. Но ты сюда пришла как только на стартовую площадку? Когда я перестану что-то получать, мне придется, наверное, менять место. Давай попросим еще этот общий включитель. Да сейчас есть включитель. Ты самый пессимистичный. Нет, реалистичный. Не жги меня своим взглядом, все будет хорошо. Ну блин, это петля, ребята, извините. Ну да, все так. Мы как бы телевидение делаем, что мы хотели. Мы с собой, да, с собой играм. На скотче. Да, на скотче, да. Изобретение веков. Колесо и скотч. Ну что мужики изобрели, да? Гироскутер. Что там мужики изобрели? Ну фигню всякую. Скотч. Подгузники. Микроволновые печи, мультиварки. Все изобрела женщина. Потому что... Мы отдохнем. Так? Не, не, вот так вот между пугодицами. Да, мы готовы. Пуекали. Теперь я не готова. Мы готовы. А я нет. Инесса, мы прям в кино. Да, мы в кино. Я так понимаю, что вы любите ходить в родину и не одна целая компания артистов, да? Да, это правда. Мы любим собираться после спектакля. Но это не часто получается. Но мы собираемся идем смотреть какое-нибудь хорошее кино. Мы смотрели все вместе Джокера. Я посмотрела его два раза. Первый раз мы попали случайно. И для нас это было откровение. Вот мы сидели с моими коллегами. И сначала мы шутили. Взяли попкорн. Говорили о чем-то своем. А потом уже в конце мы аплодировали. После сеанса. Это магия кино, которая захватила нас и окунула в свой мир. А потом уже мне нужно было посмотреть реакцию других артистов, наших заслуженных. И мы пошли уже второй раз уже с заслуженными. Я уже смотрела не только на экран, но и на их реакции. А потом после этого киносеанса мы пошли в Малины. У нас был круглый стол. Были обсуждения на профессиональные темы. В кино мы любим ходить. Особенно в родине проводится раз в месяц. Как вы знаете. Особые киносеансы артхаусного, фестивального кино. Но на них очень сложно попасть. И в связи с репетиционными какими-то моментами не всегда получается попасть. Но мы стараемся. Да. И быть в курсе киноновинок каких-то. Ну прям компаниями так дружно. Да. Мы достаточно дружный коллектив, мне кажется. Мне не с чем сравнить. Это мой первый театр. Но да, мы любим собираться компаниями. Хватит ржать, псих. Это не смешно. Да, весь город в огне из-за того, что ты сделал. Всем машинам пожарный 9-1. Никита под шевелит. Я знаю. Разве это не прекрасно? Как заслуженные отреагировали на Джокера? Это было очень интересно смотреть, как они отреагировали. Потому что процесс съемок, работа в театре и работа в кино, это же абсолютно разные. Я смотрела и видела сначала отрицание. И мне понравилось. Может, мне это показалось. Потом удивление. А потом восхищение. И они восхитились его игрой. Хотя понимали, что, конечно, в театре это непрерывное действие. А там можно же и по эпизодам поснимать. Какие-то удачные кадры выбрать. Но они были в приятном удивлении от Хоакина, Феникса. Он, конечно, гений, мне кажется. Но с очень трудной судьбой. И потом Борисовна Валенская сказала. Я очень боюсь за этого артиста. Потому что после этой роли очень сложно восстановиться. Потому что там были затрачены столько сил. И эмоциональных, и физических. И как он будет жить дальше, никто не знает. Так что будем следить за его карьерой и жизнью. Хоакина Феникса. Он похудел ради этой роли очень жёстно. Да. Он в некоторых фильмах набирает вес. Он вообще такой уникальный артист. Хотя многие это делают. Кто-то набирает для роли, кто-то худеет. Но это же очень и на здоровье влияет, мне кажется. И, в общем, Хоакин для меня это что-то отдельное. Это что-то отдельное, да? А актёры, оказывается, придирчивы к другим. То есть они прям... Конечно, придирчивы. Не верю. Нет, ну... Конечно, и не верю. Это уже, как сказать, профессиональная деформация. Мы уже не можем просто отстранить... Ну, я, например. Я на себя говорю только. Я не могу отстранённо смотреть на некоторые спектакли. Я всегда пытаюсь подумать, а как бы я сделала вот сейчас? А вот, например, снимается кино, а смогла бы я это сделать на месте вот этой актрисы? Но случается такое, как бы... Случается такое, что тебя настолько захватывает спектакль или кино, это хорошее кино. Это означает, что это очень хорошее кино. Ты забываешь про то, что бы ты сделал, а как это сделано. И ты погружаешься полностью в атмосферу спектакля или фильма. Вот. Как бы тогда это магия, да. Вот. И мы забываем про то, что как выставлен там, как сделан эпизод, как играют артисты. Мы погружаемся полностью. А ты хорошая артистка? Это очень сложный вопрос. У меня очень сложное отношение к себе. Я очень придирчива. Мне кажется, ну так нельзя про себя говорить, хороший артист или плохой. Я начинающий. Я, мне кажется, только начинаю. И разбираться в профессии я начала... Даже не разбираться, а начала разбираться в профессии, наверное, года два назад или три. Это только... Это мой путь, и он только в самом начале. Так что я не могу сказать, хорошая или плохая. Это оценивать зрителю. Здравствуй. Князь, ты мой прекрасный. Что ж ты тех, как день не нас, на печалю, сочину? Говорит она ему. Князь в печали отвечает. Груст тоска меня съедает. Люди женятся, гляжу. Не женат лишь я, хожу. Лебедь князю? А кого же добре нету, где имеешь? Да на свете, говорят, царевна есть, Что не можно глаз отвесить. Днем свет божий затревает. Ночью землю освещает. Месяц под косой блестит, а волну звезда горит. Князь со страхом взят ответа. Лебедь белая молчит и, подумав, говорит. Да, такая и есть девица. Но жена не рукавица. С белой ручки не спряхнешь, да за пояс не заткнешь. Услужу тебе советом. Слушай, обо всем об этом пораздумай ты путем. Не раскаяться потом. Князь пред нею стал божиться, Что пора ему жениться, Что об этом и во всем передумал он путем. Что готов душою страстно и за царевну прекрасной Я крышком идти от семь, хоть за тридевять семей. Лебедь тут, вздохнув глубоко, молвила. Зачем далеко? Знай, близка судьба твоя. Ведь царевна это я. Значит, начинающая актриса. Ну что любопытно, ты закончила академию в 2014 году И пошла работать в Дом инвалидов. Да, мне захотелось быть полезной. Вот полезной, да. Потому что учеба мне давалась нелегко. Ну, и это же в профессии артиста тоже... Как сказать? В общем, нам нужно научиться ждать. Я очень тяжело училась. Мне не давалось многое. Что давалось легко другим. Мне казалось, что они более талантливые, чем я. И мне казалось, что я не настолько талантлива, чтобы идти в театр. Вот почему-то вот у меня было такое к себе отношение. Потому что вот именно в институте у меня были прекрасные педагоги. Я хочу сказать огромное спасибо. У меня были прекрасные педагоги. Но это было очень сложные четыре года в моей жизни. И после этого мне захотелось полностью сменить свою деятельность и быть полезной. Потому что я очень много сидела... Когда мои однокурсники работали, я очень долго ждала, что когда меня вызовут, когда мне дадут роль. И мне казалось, что я занимаю чужое место в институте. Вот были у меня такие какие-то самокопания. Я такой человек вообще самокопающийся. Я всегда недовольна. Это, наверное, и правильно. И когда мне сказали, когда к нам приехала Анна Бабанова на четвертом курсе, сказала, что она будет делать смотр. И приглашали выпускников, которые выпускаются. Мне сказали, иди попробуйся. Я сказала, нет, Норильск никогда. Вот не зарекайтесь. В Норильск никогда. И очень много моих однокурсников уехали. А я поняла, что я не хочу в театр. Я не хочу в театр. Мне это тяжело. Слишком много слез, нервов, здоровья, которое утрачено. И мне хотелось как-то быть полезной обществу. И я, если честно, это случайно попало туда. Я пошла, взяла диплом. И куда нужно идти? В центр занятости. Я принесла свой диплом в центр занятости. На меня посмотрели, как на многое сумасшедшего человека. Сказали, чем вам помочь? У вас театральное образование. Мы не можем вас устроить в какой-то театр. Что вы хотите? Я говорю, я хочу быть полезной. Мне сказали, вы хотите быть полезной? Хорошо. Мне дали два адреса. И я отправилась. И это оказались дома инвалидов. Дом милосердия. Я зашла туда. И я сначала испугалась. Потому что это очень тяжелое место. Но это очень хорошая школа для меня была. И после именно этой школы я поняла, что я пойду в театр. Это очень хорошая школа. У меня была такая история. Мой дедушка, он очень сильно болел. И перед моим поступлением в институт его не стало. Но он у меня, когда болел, спрашивал Инесса, куда ты пойдешь учиться? Я говорю, я пойду, наверное, в театральный. Дедушка говорил, ты в театральный? Ты актриса? Нет. Он говорит, Нонна Мордюкова? Вот актриса. А ты? Что это такое? Два метра субтильности. Худая. Бледная. Вот Нонна Мордюкова, а вот ты нет. Говорит, тебе нужно... Ты же так вот хорошо ухаживаешь за мной. Тебе нужно быть сестрой милосердия. И я как-то это все забыла. Я пошла поступать, не поступила, потом со второго года поступила, отучилась. Уже потом был такой кризис или какой-то кризис был у меня по окончанию театрального вуза. И я захожу в этот дом, дом милосердия. Мне говорят, поднимайтесь на второй этаж. Я поднимаюсь и вижу, мне говорят, кабинет, и вижу вот такую вывеску. Сестры милосердия. Вот как сказал мой дед, как будто он видел, как предсказание, если в это верить. И я поняла, что я здесь задержусь. Хотя это было очень сложно, потому что что такое сестра милосердия? Это пеленки, утки, памперсы. И вот когда я туда же сначала зашла в этот кабинет, мне сказали, здравствуйте. А я очень красиво оделась, принесла свои дипломы на высшем образовании. Они на меня посмотрели. Говорят, вы хотите быть сестрой милосердия? Хорошо, но мы вас устраивать сейчас не будем. Вы проработайте хотя бы неделю. Мы посмотрим, пройдете в эту школу молодого бойца или нет. И, в общем, меня отправили в самое такое пекло. Я бы сказала, это было пекло. Мне дали перчатки, халат. Я захожу, и там были люди... Ну, не были, сейчас это очень как бы... Ну, в общем, люди без определенного места жительства, которые попадают там. Которые из тюрьмы. В общем, очень больные люди. И я вот, я как помню, я стою вот перед дверью, и вот четыре эти вот кровати, и мне говорят, ну, давайте менять. А вы понимаете, там как бы стоит определенный... Запах. Запах, да. Я стою и думаю, или сейчас я развернусь и уйду, или я как, знаете, в омут с головой прыгну туда и останусь. И я сама себе как бы докажу, что я могу. И я осталась там на полтора года после... Я прыгнула туда, и я осталась на полтора года. Меня еще... Меня называли Золушкой, потому что я очень бегала быстро со шваброй. И я говорю, Золушка, Золушка. Ну, в общем, и даже меня не хотели отпускать. Я понимала, что я не могу там, конечно, всю жизнь проработать, потому что это очень сложная работа. И люди выгорают. Там люди выгорают. Они работают сутками. Это когда ты один, и у тебя 50 человек. 50. А ты один. И нужно еще как бы заботиться, кормить, менять. И ты просто... Я выходила, после смены снимала перчатки, они были мокрые. У меня были руки, ну, как бы, понимаете, поп собирается в перчатки. Вот такие у меня были. Я так работала. Я приходила домой и молчала. Просто ложилась на кровати и молчала, потому что мне нужно было восстановиться. Потому что это очень непростая. В общем, эти женщины, которые я им хочу сказать, что... Хочу, во-первых, сказать, что они для меня героини. Это действительно героини, которые ничего не получают. Зарплата копеечная. Работа сложнейшая. А у них, как бы, выгораемость психологическая. Я сначала зашла, думаю, почему они такие грубые? Почему они грубые? Ведь можно, вот дедушка, вот бабушка. Как бы, вот, давайте вам таблеточки. А какая-то грубость присутствовала в их там движениях, что они там как-то быстро все... А я поняла, что по-другому нельзя, если ты будешь каждой бабушке, а у тебя их 50. Ты просто не успеешь ко всем подойти. В общем, для меня они героини. Девочки, король идет! Проходите, проходите. Ой, мамочка, дадыщи. Брис посмотрел на меня три раза, улыбнулся один раз и подмигнул один раз. Итого дать! Ты сейчас понимаешь, зачем тебе все это нужно было? Вот чтобы понять, что я... Вот я же всегда говорила, что вот я такая, да, вот люблю помогать людям. А ты докажи делом. Докажи делом, что ты можешь. И я вот себе доказала, что я, в принципе, даже если театра в моей жизни не будет, если так случится, я, конечно, это не представляю, я смогу выжить. Я могу взять ведро. Даже если произойдет такая ситуация, возьму швабру и пойду мыть коридоры. Я выживу. Я как бы смогу продержаться. Вот мне нужно было... И, во-первых, мы же все-таки артисты, мы натуры наблюдающие за людьми. Для меня это было очень... И, конечно, свое актерское нутро пощекотать, посмотреть на этих людей, что-то взять от них. И я от них, мне кажется, очень многое взяла. Вот мне это нужно было. Почему-то вот этот определенный мой этап жизненный. То есть я полтора года, и я о них не жалею абсолютно. Хотя, конечно, родители кричали мне, надо, и зачем тебе это надо? Но, видно, надо было, надо. В твоей смене люди умирали? Конечно, умирали. И первое, я почему-то помню, вот так помнишь свою первую смерть, да, которая у тебя на глазах. И мне было так как-то вот рядом с тобой, я не знаю, можно ли это говорить, ну, покойник, да. И это как-то мне было нехорошо, мне было как-то даже боязно, да, подойти, а нужно же подойти к нему, принять его, убрать его, приготовить его. Потому что, когда вызываешь медбригаду, да, вот, чтобы забрали, человек должен быть чистым, опрятным, чтобы его забрали. Ты омывала человека? Ну, да, было и такое, да. Да, 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 это, конечно, не очень приятные вещи говорить об этом, но это, и это было. А потом уже оно как-то идет, и уже, и как обыденность даже. Ну, я просто молилась, что в мою смену, когда я оставалась ночью, никто не умирал. Потому что, конечно, потом будет в 8 утра разбор полетов, обязательно. Если на тебя какие-то жалобы, тебе будет нагоняй от старшей сестры, она с нами не церемонилась. От старости, от болезни, там возрастные больше люди? Да, возрастные, от старости, раковые, больные. А кто-нибудь тебе запомнился, вот сам больше всего? Бабушка, дедушка какой-нибудь, которого ты помнишь? Я помню, я помню женщину, она была полностью парализована, у нее только голова немного ходила, она ее парализовала, ей было около 30, ну, вот она родила двоих детей, у нее была грыжа, ее полностью... В общем, сделали операцию, она была неудачная, ее парализовала. Вот она лежала, это уже как бы вроде бы ей не было еще 50, но это была маленькая старушка. И я с ней, мы как-то с ней сдружились, и я к ней приходила, когда все уже сделаешь, у меня был телевизор, телевизор, и я к ней приходила, мы с ней на меня, говорит, там, достань, за ней очень ухаживали, ее муж, дети, они приносили какие-то вкусности, мы ее кормили. В общем, мы с ней сидели так по вечерам и смотрели телевизор, и я у нее спрашивала про смерть, я говорю, вы не боитесь смерти? Она говорит, я ее не боюсь, я ее жду. Это вот, потому что, говорит, мне приснился сон, что когда я буду там, у меня будут такие ноги, и я буду танцевать, и я буду бегать, и мне будет так хорошо, мне там Господь Бог подарил ноги. Вот такие истории. И вот именно для этого мне нужно было это пройти, чтобы потом прийти в театр уже с багажом, который я принесла после Дома милосердия. А ты не обозвелась, не стала той жесткой сестрой? Были такие моменты. Наверное, поэтому я и ушла. Потому что ты начала превращаться? Я начала превращаться в... Я начала быть очень грубой. Я поняла, что у меня уже все, уже слезы, и я не могу. Уже просто кричу, я начинаю кричать. И... А люди не виноваты. Например, там были душевнобольные люди, и вот она меня просто не понимает. А я не понимаю ее. Я могу ей только навредить. Я поняла, что когда я причиняю уже вред, я ушла. Я поняла, что я не могу. А там люди работают десятилетиями. Так что, мне кажется, что... Наше государство должно заботиться о таких людях. О этих сестрах, которые действительно свою жизнь вот тратят на такие благие дела. Что ж тебе раньше, я не могу сказать? Переная, ты девчонка. А правду? А правду никогда не поздно сказать. А как смертница, выпьешь в сад? Нет. Как нет? Я там всегда гуляю. Вчера. Спасибо. Однако утром ты со мной была так строга. Утром? А ваш, а ваш за кресло? Да, я забыл. Да, я забыл. Альга Федорович. Однако еще некто я... Ему я, во-первых, рассказала все. Ну, конечно, все. Чужая моя. Кроме того, что знать им не положим. Не обманешь, а не обманешь, нет? Смотри, если обманешь, то не получишь ни преданного, и свадьбы не будет. А не будет свадьбы, ваше сиятельство? Не будет и права первой ночи. Ну, откуда это у нее берется счет про земля? А так и тебе пора, пора хозяйке. Ваше сиятельство, ну не могла же я прийти к вам без всякого на то предлога. Ты ушла, и в шестнадцатом году ты попала в Норильск. Ты сама написала в театр? Нет, 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 нет. Это такая интересная история. Я ушла из Дома милосердия, и летом мне позвонил мой однокурсник Тимофей, очень хороший мой друг. И он сказал, что по некоторым обстоятельствам они не могут оставаться в Норильске, им нужно уехать. И они оставляют свободные места, лакантные. И он посоветовал режиссеру посмотреть меня, потому что он знает, что я без работы, и что я, в принципе, смогу здесь работать. И он сказал, что Норильская площадка это именно хороший старт, здесь работает прекрасная труппа, и здесь ты сможешь обучиться и стать как бы профессиональнее. И вот я... Когда еще, получается, два года назад я сказала Норильск, никогда, потому что там холодно, я так не смогу, у меня здесь семья, друзья в Красноярске. А через два года я сказала Норильск, хорошо, я позвоню. Да, было такое. Вот, и я попала в Норильск, и ни о чем не жалею. Но ты сюда пришла как только на стартовую площадку? Я не могу так загадывать. Для меня это, конечно, самое начало. И я себе сказала несколько лет, но вот уже пятый год я работаю, и я получаю. Получаю и актерские навыки, и определенную энергию. И мне здесь очень комфортно. Когда я перестану что-то получать, мне придется, наверное, менять место. Менять место. Ну, я думаю, что это случится не скоро. Мы уже пообщались практически со всей труппой, но, во всяком случае, со всеми молодыми. Вас очень много. Да. Девочки все как на подбор. Очень красивые. Как сказала наш режиссер, господи, кто у них страшно-то играет? Большая конкуренция? Нет. Нас, да, вы правильно сказали, нас много, но не так много, как в других театрах. И мне кажется, что мы абсолютно все разные. Вот как-то так произошел этот набор, что мы все разные. И внешне мы разные, и внутренне мы разные. И мы подходим для разных ролей. Конечно, у нас иногда происходят какие-то там столкновения, что одна роль, да, а вот пробуют нас там троих или что. Но конкуренции, как в других театрах, хотя я не могу сравнивать, это просто слухи, да, это мой первый театр. Мне кажется, нет. Но мне всегда говорили, что Инеска в розовых очках. Может быть, что-то, чего-то я не вижу. Но мне кажется, у меня, у меня, во всяком случае, этого нет. То есть есть вероятность, что какая-то из девочек смотрит тебе в затылок и прожигает тебя. А ты в розовых очках. Ну, я же не вижу. Слава мне. Я не вижу. Ну, я надеюсь на лучшее. Такого нет. Будем думать, что нет. Тебя ввели в очень интересные, мощные роли. Тебя ввели в дядю Ваню. Да, прекрасный спектакль. После Маргариты. Это большая потеря, мне кажется, для Норильского заполярного театра. Что мы сняли. Потом. Сону тебя тоже ввели? В Ханаме или параллельно работали? Сон — это моя первая роль. Вообще, в театре это мой первый сезон. Это мои первые-первыхые шаги, еще робкие. И благодаря Тимуру Файрузову я ему благодарна, что он меня взял именно на эту роль. То есть два состава у вас было? Да, у нас было два состава. У нас было много молодых. И он говорит, надо учиться на хорошей драматургии. И он нас взял двоих. Мы с Полиной Беляниной работали. И у нас получилось абсолютно два разных спектакля. Абсолютно. Она одна, а я другая. И вот это было и круто, потому что мы могли еще смотреть со стороны, что она делает. Ага. Ну, вот я бы по-другому сделала. Или, о, круто. Крутая находка. Вот надо попробовать тоже. Так что... Повторяла? За ней? Да. Нет? Какой состав в Ханаме лучше? Ваш? Не могу сказать. Мне кажется, мы все разные. Мы разные составы. На любой вкус. Саша или Леша? Кто лучше? Саша. Я сейчас работаю и с Сашей, и с Лешей. И все. Всегда. Ну, всегда. Они разные у меня. И у меня две разных соны с ними. Я теперь понимаю Полину, почему она была именно, может быть, такая более... она была более активная, потому что такая более... Она брала КТ в свои руки и говорила, давай, давай. А я была... Вот я отдавала инициативу Александру. Вот. И у меня... Не могу судить. Может, он тебя передавливал? Саша? Закрывал тебя? Нет. Нет. Я вот когда с Сашей, а мы еще и в Драконе с ним играли, я вот когда с ним на сцену ухожу, я уверена, что он прекрасный партнер. Он прекрасный партнер. И если что-то случится там, я забуду всякое, может, переволнусь. Забуду текст. Он всегда мне поможет. Он меня всегда вот... У нас с ним только один раз. Это было на Хануме. Это был первый сезон. Мы вышли... Это еще... Это не премьера. Это даже не... Нет, это, наверное, не сдача. Но это какая-то вот последняя репетиция, прогон. И я выхожу и вижу, смотрю ему в глаза и вижу, что он растерялся. Нет. Это у него всегда уверенность. Ну, не всегда, но как бы в большинстве случаев это уверенность. А тут он потерялся. И я говорю, Саша, не смотри на меня так. Мне страшно. Мне и так страшно. Я в нем немножко вот эту вот уверенность брала. А тут я поняла, что ее нет. И он хоп, и все. И больше нет страха. Все, он переменился. И мы с ним сыграли. О, граф! А я бродила по Монмар-тру. И там случайно в лавские букинисты попались мне обиде сонеты, которые читали вы когда-то. Но я не могу больше ждать. Я люблю тебя! Сона сейчас, значит, одна, да? Только ты. Сона одна, да. Сона одна. Хорошо быть одной? Ну... Наверное, хорошо. Нет. И как бы, когда мы с Полиной, это было, как бы, видите, мы же тоже все люди. Можем заболеть. И, в принципе, во многих театрах есть такая практика. На одной роли по несколько артисток или артистов у нас почему-то не практикуется, потому что нас мало. Но, в принципе, вот у меня случилось, что, да, вот я заболела. Я лежала в больнице. Хотя должна была играть сону. И вышла Полина. И меня очень выручила. И прекрасно сыграла. Так что всегда должна такая вот эта подстраховка. Она, мне кажется, очень важна. Но вот сейчас я играю одна. Ну и... Ну и хорошо. В дядю Ваню ты вошла после Маргариты Ильичевой. Как оно было? Страшно. Я помню первую встречу с Петром Юрьевичем. Он же меня как бы по фотографии, получается, он меня увидел на фотографии и сказал «Хорошо, пусть пробует». И я уже перед его приездом я уже репетировала. Тут большая моя благодарность нашим артистам, которые со мной репетировали. В нерабочее время мы просто собирались. Текст по смыслу всё разбирали. И когда приехал Пётр Юрьевич, я уже, в принципе, была готова. Но всё равно есть такие сомнения. Вот я думаю, сейчас он зайдёт, я сижу в гримёрке и слышу, что он ходит по коридору. Но я ещё так стесняюсь, думаю, не буду выходить, уже пусть увидит меня на сцене. И я думала, боже мой, вот он услышит мой голос и скажет «Нет, не то, давайте другую актрису». И всё, я провалюсь. Я провалюсь сквозь землю. И когда я увидела, это была это вот такая, у него прекрасная энергетика, это была такая, какая-то «Это вы? Это я. Ну, прекрасно». И мы начали работать. И он сказал, что когда я меня увидел, что-то там, уже первая репетиция, такой «Да, что-то там работает, знает текст, ага, но глаза выдают, потому что глаза были вот круглые, и они как два прожектора, просто прожектора страха, который у меня, думаю, боже мой, ну, как говорится, у страха глаза велики, но я всё равно всё делала. Я всё делала, и пока как бы вроде бы глаза выдавали, но я знала текст, я знала, что мне делать, я даже некоторым подсказывала. Он говорит, это очень интересно, что как бы вот. Ты не боялась сравнения с Маргарином? Конечно, потому что Маргарита Ильичева очень сильная актриса, и у неё своя какая-то органика, своя она, у неё своё обаяние, у меня такого нет, я другая. И после того, как я вошла в этот спектакль, спектакль изменился. Потом уже, когда были какие-то обсуждения, Пётр, он мне не говорил это, но я понимала, что он уже другой спектакль, другой, потому что я другая. Я то звено, если в цепочке поменять одно звено, это уже другая цепочка. И артисты, которые уже работали в этом спектакле, нужно немного подстроиться под меня, потому что я другая, а она другая. И она прекрасная, а я вот такая вот, и принесу. И вот раз у меня вели в этот спектакль, так что давайте работать. На партнёра не жалуются? Мне в лицо нет. Этого я не знаю. Но когда бывают какие-то откровенные такие вот разговоры, тет-а-тет, конечно, я рада критике, если она есть, если она конструктивная. Пусть она будет, я выслушаю. У меня есть ещё такие авторитеты в театре, которых я действительно слушаю. Я слушаю, нужно слушать режиссёра, ну и, конечно, некоторые артисты, которые на меня имеют какое-то влияние. Нина Борисовна на тебя имеет влияние, да? На этом, да. Ну, наверное, да. Ну, потому что Нина Борисовна, она, во-первых, она прекрасная актриса, прекрасная женщина. И не брать с неё пример, когда она рядом, не учится у неё. Она говорит, я тебя не учу. Она действительно, у нас нет такого, что она меня учит. Нет. Но я перенимаю что-то от неё. Даже мне, как бы, это получается абсолютно естественно. Я что-то беру от неё. И учусь у неё. И я всё... Ну, она для меня очень дорогой человек, конечно. А она тебя не протежирует? Нет. Я надеюсь, что нет. Я надеюсь, что нет. 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 Она не такой человек, она другого склада, она никогда не будет давлять своим мнением. Нет. В театре это точно не про неё. Нет. Она не такая. Ну, вы ходите гулять с Нин Борисовым, Сергеем Фёдоровичем, да? Гулять, да. Это наша компания. Да? Да. Ну, почему-то мне вот, мне все говорят, хотя у меня прекрасные друзья. Елена Донова, Дарья Драготовцева. Они как бы... У нас прекрасная гримерка Женя Ворона, у нас сейчас новенькая девочка Настя. Настя. Черкасова, да? Черкасова. Ну, вот почему-то даже не в комфорте, мне комфортно вот именно с людьми старше меня, потому что я как-то себя чувствую с ними. Ну, мне хорошо. это главное. Мне не нужно что-то из себя показывать или как-то мне ничего от них скрывать, нам нечего делить. И вот мы как-то нашли друг друга, ну, может, потому что мы как-то какие-то одинокие люди. Я не знаю, может быть, это... Нет, но мы друзья. Мы в первую очередь мы друзья. Одинокая ты? Ну, это такая тема. я не одинокая. Ну, как бы у меня огромное количество друзей, прекрасных коллег. У меня есть моя семья, которая осталась в Красноярске. У меня, в конце концов, есть я. Я, в принципе, не могу быть одинокая. Ну, как бы я на данный момент, да, у меня нет спутника жизни, наверное, это и хорошо, потому что сейчас я всю свою энергию направляю именно в театр. Мне просто меня не хватит, а я не смогу, если человек будет рядом со мной, я не смогу его как-то обделить каким-то вниманием, мне захочется тоже направлять и туда, а сейчас я направлена вот именно в театр, как мне кажется. И это хорошо. И театр... Спасибо тебе, театр, что ты платишь мне взаимностью. Слушайте, Александр Иванович, а сколько таки будет 836 на 423? А? 353 628! Феноменально! А я что говорила? Ну, шляпа таки корейка, всю жизнь будет сидеть на 46 рублей. Другой бы на его месте карьера сделать! Какие вы способности бухгалтеру Берлаке, а? Слухай-то нового. Бухгалтер Берлака таки попал в сумажечный дом. Вчу! Вам телеграмма. Ты попала в Колчака. И будешь играть Анну Васильевну. Да, да. Здорово? Здорово. Конечно, здорово. Потому что каждая роль, мне кажется, каждая роль, она не просто так тебе попадает. И что-то мы читали, читаем, разбираем, уже репетируем. Я вижу, что это и я тоже. Анна Темирёва что-то очень близкое. Её судьба очень сложная. 35 лет лагерей. 35 лет лагерей. Это очень спорная тема. Так что, как бы... Но что-то не есть и от меня. И я пытаюсь как-то... Ну, не знаю. В общем, её понять. И быть с ней близко. Ну, в общем, это работа. Это работа. И мы работаем сейчас над этим спектаклем. Не всё сразу получается. Может быть, потом получится. Но всегда это... Как бы для меня это как... Каждый спектакль это путешествие. И вот мы... Вот получается, мы начали работать ещё в июне месяце. Мы отправились в путешествие. И какое оно будет. Какие трудности нам навстречу, да, придут. Я не знаю. Но я пытаюсь... Я пытаюсь понять свою героиню. Принять. И что-то дать ей даже, может быть, своё. Ты смотрела фильм «Адмирал»? Да. Я пересмотрела его. Вот, получается, перед тем, как прилететь сюда, в конце августа я пересмотрела. Я смотрела ещё, когда была премьера. Мы ходили в кинотеатр. Сейчас я уже под другим углом посмотрела на него. Я не знаю. Все почему-то как-то вот боярская. А мне боярская нравится. Как она ведёт свою роль. И Хабенский тоже. Ну, в общем, это дело вкуса. Вот мне фильм нравится. Но есть много критики. Я вот читаюсь очень много. Вам тоже нравится? Очень нравится. Вот. В этом мы совпадаем. Подсматриваете за боярской? Ну, как? Нет. Подсматривать за ней нет. Потому что как можно? Во-первых, она играет там свою какую-то историю. Да, у вас немножко разная. Абсолютно разная. Это не та линия. Да, молодой ключа. Мы уже, у нас такая, как бы, уже идёт следствие. Получается, она приходит к нему. Она же сама арестовалась. Получается, она ушла за ним. И у нас уже немного совершенно другой накал страстей, чем там. Там другое. Хотя там тоже есть этот эпизод, когда она к нему приходит. Но он совсем маленький. Здесь мы пытаемся это как-то... Тут ещё его... Тут дело в том, полярная экспедиция. Вы же знаете, что он здесь был. Как бы он проплывал. Вот. И мы пытаемся ещё это осветить. И это, наверное, главное. Хотя я не могу ничего говорить про спектакль. Мы не знаем, что получится в конце. Это знает только режиссёр. Аня Голубкова. Я ведь служу не только России. Я служу и себе. Изменять себе это самая большая подлость. Саша, послушай. Нет, нет, Аня, ничего не говори. Это не твои слова. Они тебя просто используют. Ненавижу. Что? Я ненавижу тебя, Зэша. Ненавижу вас всех мужчин, которые не думают о жизни, не думают о детях, о тех, кто вас любит. Не изменять себе, Саша. Это же самое главное, не изменять себе. А всё остальное пусть, пусть коридцы не пламенят, пусть и нет ничего на свете крыльяками. Не изменять себе. А обо мне ты подумал. Ты подумал, как я буду жить без тебя. Правда, что лучшие звёзд, так если смотреть к десятым примерно по счёту, тогда он складывается. Да, мне тоже. У меня того же мнения, что лучше десятый смотреть, потому что премьера это премьера. Там всё на максимум. Как бы артисты волнуются, артисты, ну, это может быть лично у меня. И только к десятому спектаклю мы начинаем, я начинаю, я не могу за всех говорить, я начинаю больше слышать. Уже всё, мы успокоились, да, мы полностью свои эмоции, мы уже как бы прибрали. Я уже больше слышу, я уже больше вижу, и я уже, как сказать, ну, действительно успокоила свои нервы, и это, мне это лично помогает, когда я успокаиваюсь, потому что когда первый спектакль у меня всё и голос, и я очень громкая, мне кажется, не знаю, плюс это или минус, но вот к десятому спектаклю, да, мне кажется, что всё, и вот есть же, кто-то об этом говорил, что нельзя судить по первому спектаклю, и когда приглашают критиков на первый спектакль, это неправильно, потому что спектакль должен раздышаться, он должен набрать воздух, он должен набрать какую-то лёгкость, потому что премьера, я всегда говорю, это на максимум, но это и тяжесть, да, а к десятому мы уже успокоились, раздышались, мы уже готовы по-другому немного играть, и, наверное, да, это самый удачный спектакль, и вот десятый и дальше. Я, например, в театре нашем, конечно, мы приходим на сдачи, мы приходим на премьеры, я стараюсь, а потом я как бы обновляю свои знания о спектакле, у меня сложилось какое-то мнение, например, после премьеры, а потом я прихожу, например, на пятый, на десятый, там, и ещё дальше, я стараюсь смотреть, обновлять свои как бы знания об этом спектакле, и он каждый раз по-разному проходит, вот это и волшебство театра, что не бывает одинаковых спектаклей, как вы говорите, одинаковых артистов тоже не может быть, так и одинаковых спектаклей, вот, так что, и вот, и может быть, мне там что-то не понравилась сдача, а к десятом спектакле я говорю, блин, это хороший спектакль, давайте, надо ещё прийти на пятнадцатый. Ну вот смотри, если бы Эльза досталась не тебе, допустим, а Доновой условно, то есть же Даше, допустим, Даран Готовцева, я не знаю, типа мне было бы, блин, ну вот Эльза же я, ну вот, ну блин, у вас нету прям реально ревности какой-то? У меня ревность заканчивается через неделю. Ревнуешься? Может быть, она и есть, но я понимаю, что здесь главный режиссёр, и вот он видит эту актрису. Да, мне кажется, может быть, я тоже сыграла бы эту роль, но, как мне сказала моя коллега, твоё от тебя не уйдёт. И такое бывало, что вот, например, мне говорили, вот, готовься, ты вводишься в этот спектакль, у тебя есть лето, я учу там роль, пытаюсь, как смотрю спектакль, приезжаю и понимаю, что нет, назначение уже другое, там другая актриса. И потом я смотрю этот спектакль и понимаю, да, они были правы, она лучше. Вот я бы так не смогла. Хотя всё нужно как бы на практике проверять. Ну, конечно, какая-то, вот я говорю, меня хватает на неделю, потом я понимаю, что не моё. Значит, если она, значит, она. И желаю всего самого лучшего успеха. Какой роли ревновала в неделю? Дайте-ка я вспомню, какую роль. Какую роль. это интересный вопрос. Я вот сейчас не вспомню, честно, но я понимаю, что это было. Это было, но вот как-то вспомнить эту роль я не могу. Наверное, и не хочу. А, наверное, я уже переревновала и забыла. И как бы это стёрлось из памяти. хорошо, давай поговорим. Ты хочешь знать, почему я с ними молчу? Я боюсь. Кого? Людей. Каких? Назови имена, и упречивай в степницу, тебе сразу станет легче. Нет, Генрих, это не поможет. Поможет, уверяю тебя. Я испытал это на опыте, и сон улучшается, и аппетит, и настроение. Я боюсь всех людей. Как я тебя понимаю? Все люди, и я в том числе, кажутся тебе жестокими, верно? Ты не поверишь, но я сам всех боюсь. Я боюсь отца, боюсь верных наших слуг. Я сам прикидываюсь жестоким, чтобы они боялись меня. Говори, говори ещё, я слушаю. Что ты ещё хочешь услышать? Сначала я сердилась, потом горевала. У меня всё стало так безразличным. Я сейчас так послушна, как никогда не была. Со мной можно делать всё, что угодно. Бедная моя, дорогая моя сестрёнка. Жаль, что исчез, бескредо исчез лонцелон. Когда вы массово выходите на сцену, ну вот группа, давай наизнанку вспомним, это порядка, допустим, но вы модели, и сколько вас там? Вы как на репетициях вообще подглядывали друг за другом? Конечно, мы все смотрим друг за другом. Тут был прекрасный режиссёр Дмитрий Акриш, и он тоже, и он какой-то кокон сделал. Вот на репетициях это был какой-то, знаете, мы чувствовали, вот есть такое сообщество, вот мы сейчас заняты в этом спектакле, и мы одно целое. И вот если какой-то, например, я могла смотреть, но какой-то другой артист, который не участвует, он этого не любил, это уже нарушение этого кокона, да, а он говорил, что это моя актриса, я очень ревную, вот как бы если её занимали там в других спектаклях, да, или там пытались, у нас же бывает так, что, например, идёт полярка, артистов не хватает, и эту артистку ещё занимают в другом отрывке, да, и он говорит, нет, она моя, она у меня сейчас, я вот за неё буду бороться, и это было какая-то, хотя спектакль очень сложный, очень такой непростой, но это всё тяжело давалось, но в любви, почему-то, мне кажется. Ну, то есть у вас не было вот этого, как в модельном, мы не перекусались, мы не перекусались, нет, 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 и он сделал прекрасно, потому что, как бы, в самой пьесе, там, у кого-то больше роль, у кого-то меньше, а он сделал всем одинаково, он говорил, у всех будет свой кусок, свой выход, мы даже что-то можем досочинить, но вот именно для тебя, чтобы ты чувствовала себя, что ты что-то собирал, что ты сделала, и мы поэтому чувствовали себя очень равноценно, у нас не было вот это вот главное, а это не главное, ты там выходишь, ну, у вас одинаковые плащины надели, вот, вот, это обезличили нас, потому что, ну, потом же мы их скидываем, и мы абсолютно все тоже разные, а вот это вот мастерство режиссера тоже, чтобы артист чувствовал себя значимым, что он не просто тут приди-подай, да, что он тоже сыграет какой-то свой кусок, и будет наравне. Ты хорошо выглядела по плащам, много приходится для этого выглядела, ты голодаешь, худишь, пресс кучаешь? Нет, гены? Ну, пресс, ну, конечно, у меня хорошие гены, спасибо маме и папе, но так, чтобы заниматься своей внешностью, мы, у меня нет времени, хотя мы, у нас была такая практика, мы ходили актрисами, у нас была растяжка, занимались пилатесом, но не всегда можно репетиционный процесс, который, вот я, например, занята сегодня, в спектакле, я могу вот 24 часа в сутки находиться, ну, не 20, конечно, есть там, ночное время, да, и очень тяжело подстроить какую-то физическую активность, да, вот, например, там, в спортзал сходить, а бывает, что у меня много времени, вот, например, идет репетиция спектакля, а я там не занята, и у меня есть время, я могу заняться, или, например, пойти поплавать, или пойти порастягиваться, и, ну, как-то вот форма, она от меня не уходит, мне как-то это вот дается, я быстро набираю, как бы, я могу там 3 килограмма набрать, но и так же быстро похудеть, ну, это метаболизм, или молодость, не знаю, говорят, что с возрастом этот процесс тяжелее проходит, да, пилапс-то как у тебя удавался? мы сели на шпагат, мы сели, я как-то, у меня всегда вот оставалось такие предательские пару сантиметров, и я вот не могла никогда дойти, вот, что вот прям сесть, и тут нам попалась просто прекрасная, прекрасный тренер, который вот довела до финала, и вот, я села на шпагат, и началась пандемия, вот, как назло, началась пандемия, и я... Да, много подпорцов, и получается, что результат же, он откатился, и мне нужно заново опять растягиваться, чтобы прийти к тому результату, который был. Привет. Привет. Алекс, послушай, мне нужны деньги. Лер, сейчас нет. Алекс, ты не понял, мне нужны деньги сейчас. Лер, ты сказал, у меня нет сейчас денег, ни на личных, ни на карты, нигде. Алекс, твою мать, мне нужны бабки, на дозу, мне нужно сейчас. Ты слышишь меня? Денег нет. Сука! Алекс, Алекс, я прийду. Чего? Я вернусь. Да я знаю, Лерочка, мне больше сейчас нету. Лера, ну что ты говоришь-то? Лера, я тебе сказал нет. Лера, я тебе сказал нет, уйди. Не хочешь? Сука! Брюш! Ну нет. К суки своей пойдешь, да? Это был мой контракт, мои деньги. Верни мне моей бабки твой. Да я ни при чем. Чего ты в этой Алисе нашла? Ходила тут за себя вся счастливая, влюбленная. У нее все было, а у меня ничего, слышишь? Я любовь родаков покупаю, понял? Понял? Сладенька, хорошая девушка, слагательная, последняя. Чего со мной не так, Алис, что со мной не так? Лерни уйди! Ты любишь 8 марта? 8 марта? Моя мама не любит 8 марта. Ты испортила ей тот 8 марта? Да, потому что я родилась 8 марта, и бедная моя мамочка, когда она меня рожала, понятно, что все праздновали, а она не могла праздновать, и все говорили, а я родилась в 7-40, в 7-40, и происходила пересменка как раз, и ей говорили, она говорит, я рожаю, подождите, придет новая, свежая смена, и родишь, родишь, и все, она говорит, вы не понимаете, я все, я рожаю, и пока, как говорится, она сама не добежала до хирургии, да, никто не собирался ее принимать, и поэтому, как бы, и были последствия потом для ребенка, я как бы мало в этом разбираюсь, ну, как она говорила, что все равно там гипоксия, что происходит, да, и вот моя мама говорила, что вот 8 марта хочется побыть с женщиной, хочется побыть там, вот, а тут, блин, ребенок, и нужно на стол, ну, все мое детство, приготовить что-то на стол, да, встретить гостей, моя мама постоянно, я принимала подарки, поздравления, моя мама постоянно крутилась у стола, на кухне, где-то еще там, и под конец этого 8 марта она говорила, боже мой, прошло, да, а ты как относишься, у меня есть друг, но он мужчина, и он родился 8 марта, он ненавидит это, а тут вроде у тебя тоже, ты получаешь подарки, вроде вдвойне, но смотри, вот я в свой день рождения, только я, а ты в свой день рождения, еще и плюс количество, огромное, все женщины России, и постсоветского пространства, не видишь? Ну, нет, я рада других, у всех тоже праздник, я тоже их поздравляю, нет, как бы, я даже, вот то, что одно в одном, да, вот у меня два праздника, с одной стороны, как бы хорошо, для тех, кто дарит мне подарки, да, для меня, можно делаться одним, да, одним подарком, для меня, для меня, ну, ну, как-то я отношусь к этому проще, что ли, я не знаю, вот я, когда уже стала жить одна, отошла, как бы, мои родители остались в Красноярске, я уехала в Норильск, как-то раньше, вот, всегда хотелось в Красноярске, в Красноярске какого-то праздника, как-то пригласить людей, пригласить знакомых, друзей, собрать за ним, а вот почему-то здесь, мне хочется вот, или это с возрастом, мне хочется уединения, вот до 8 марта мы так напрыгаемся в театре, столько работы, что вот к 8 марта мне хочется уже так отдохнуть, тем более мы уже, конечно, собираемся коллективом, мы празднуем этот день, я уже 8-го уже отдыхаю, так что для меня это день такого, который я посвящаю как бы своему внутреннему я, да, и собираю очень маленькую компанию людей, совсем-совсем, чтобы там просто, ну, чтобы хотя бы соблюдать традиции, да, поставить эти свечки в тортик, задуть, загадать желания, ну, у меня так, нормальное отношение к этому празднику. У тебя редкая группа крови? Да. Четвертая? Четвертая отрицательная. Ты донором была когда-нибудь? Я хотела быть донором. Я очень хотела быть донором, и я даже уже пришла вот в это учреждение, медучреждение, чтобы стать донором, но, во-первых, я такой, ну, то у меня головокружение, то я в обморок падаю. Такое бывает. При виде, я очень всегда боялась голок, очень всегда боялась, и в школе, когда мне ставили прививки, приглашали маму, чтобы она была вместе со мной. И я вот готова была, но в конце как-то я испугалась. Испугалась и не стала донором, о чем очень жалею, потому что мне кажется, я могу быть полезной. Да? Могу быть полезной. Моя кровь может быть полезной. То есть пойти в сестры милосердия ты не побоялась? А иголки побоялась. Вот мне сейчас даже... Мама говорит, ну что, ты не поставишь укол? Я говорю, мама, я боюсь. Я боюсь навредить. Я боюсь навредить, потому что я боюсь делать это неправильно. Я этого не умею делать. В общем, не делай того, чего не умеешь. В нашем театре ты полезен? Ну, пусть об этом говорят другие. Полезно я, не полезно. Но мне кажется, это очень важно. Я не могу работать... Почему я именно осталась в этом театре? Хотя первый год для меня был очень сложный. У меня была тяжелая акклиматизация, я лежала в больнице. Благодаря нашим коллегам, которые меня окружали, благодаря той атмосфере, которую они создают в театре, я поняла, что мне в этом театре, в котором я нахожусь, комфортно. Я люблю как-то все-таки творить в состоянии какого-то мира. И в нашем театре созданы все условия для этого мира, потому что мы достаточно люди неконфликтные. И я поняла, что я уже, вот сколько, пятый год, я наконец-то здесь нашла свое место. Что я на своем месте. Что такой, как я, я пока не вижу. Что вот я тут одна. И, наверное, этим я и полезна, и не знаю, наверное, да, что я как бы... Что я здесь, сейчас и с ними, и в нашем театре. Это же здорово. Это здорово. Да. Давай, давай, давай. Хорошо. Поехали. А давайте еще. Не, ну хватит. Ну, копилюшечку, а? Ну ладно, все равно из строя вышло. КОНЕЮ. Продолжение следует...